А потому что я вам устрою сладкую жизнь. Хотите? Хочу. Хотите? То есть две недели в СИЗО для начала хотите их? Чего? Что значит, что, глуховато что ли стали? На этом видео, которое легко найти в интернете, начинающий коллектор грубо разговаривает с должницей. И, к сожалению, такие случаи не редки. Чего только стоит случай, который недавно произошел в Челябинске, когда звонки коллектора помешали работе одной из местных больниц. У многих от слова «коллектор» встают волосы дыбом. Такую репутацию они заработали благодаря своим жестким методам воздействия на должников. Без моего ведома знакомая взяла кредит на мой телефон. Мои данные, то есть не паспортные данные, а просто фамилию, имя указала. И почему-то ей одобрили. У меня был период, мне звонили ежедневно, причем это не мои были долги абсолютно. Звонили даже в воскресенье в 6 утра и в будние дни, и в 12 ночи звонили. И даже, ну, до сих пор бывает, присылают угрожающие смс-ки. Сталкивался с коллекторами. В основном просто названивали, спрашивали. Купил новую сим-карту, вот от прежнему владельцу звонили. Ну, я долго добивал, чтобы перестали звонить. В конце концов, там в интернете жалобы оставлял. На сегодняшний день в республике Башкортостан существует около 20 реально работающих коллекторских агентств. Агрессивные методы их воздействия всерьез забеспокоили республиканские власти. Речь идет о том, что они в последнее время стали злоупотреблять, переходить к границе дозволенного, скажем так. Самый яркий случай, вы все помните, наверное, события сентября текущего года, когда в Крамоскалинском районе за долг сына у матери приехали, так сказать, от имени коллекторской службы и забрали корову. Прямо наглым образом в настоящее время возбудили уголовное дело, предъявили обвинение за сумму правства. Задолженность по ипотеке по республике Башкортостан 81 миллиард 429 миллионов рублей. Уровень просрочки по ипотеке, то есть сумма просрочки составляет 874 миллиона 300 тысяч рублей. Задолженность по потребительским кредитам на 1 октября 2015 года составляет 192 миллиарда 327 миллионов рублей. Уровень просрочки по потребительским кредитам составляет 27 миллиардов 199 миллионов. то примерно эта цифра и передается коллекторам для взыскания. По Башке 23 миллиарда и по России, естественно, 619 миллиардов. Региональные законы вряд ли мы примем. Мы можем рекомендовать Госдуме, поскольку имеем право законодательной инициативы, изложим свое видение в региональном аспекте, поскольку Госдуме до сих пор еще не принят этот проект закона коллекторской службы. Часто коллекторские агентства путают с Федеральной службой судебных приставов. Но, несмотря на массу различий, у них есть все-таки одна общая особенность. Обе службы должны действовать только после решения суда. Но зачастую коллекторы названивают должникам, на которых еще не подавали в суд. Таким образом, они хотят выбить из него больше денег. Ведь еще неизвестно, в чью пользу примет решение суд. Мы действуем исключительно на основании решения суда, вынесенного именем Российской Федерации. На основании чего действуют коллекторы, мотивация их, я еще повторюсь, это исключительно выгода. То есть получение выгоды. Коллекторская деятельность, она четко не урегулирована в правовом понимании. Есть избирательные нормы из разных нормативных документов, которые коллекторы для себя выбрали, их каким-то образом скомпоновали, имеет такой собирательный, даже, я бы сказал, мозаичный характер. Узнать о своих долгах можно на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан. Федеральная служба судебных приставов также отмечает, что проверить числится ли на вас или на ваших знакомых кредитные задолженности легко и просто. Нужно всего лишь зайти на их официальный сайт. Здесь же можно их сразу погасить. Мария Алексеева, Глеб Салыкин, Эльдар Каюмов, Алсу Хафизова, Городской телеканал ЮТВ.